ВОЛЧОК Запустим волчок под наклоном к вертикали. Ось волчка описывает конус, причем она вращается в ту же сторону, что и сам волчок. Такое относительно медленное вращение оси называется прецессией. Нарисуем силу тяжести, действующую на наклонный волчок, и ее плечо по отношению к точке опоры. Она создает опрокидывающий момент, который равен произведению силы на плечо. Почему же вращающийся волчок под действием этого момента прецессирует, а не падает? Сделаем еще один опыт. Выставим ось гироскопа горизонтально и раскрутим его. Подвесим на конец оси небольшой грузик, и ось гироскопа начала вращаться в горизонтальной плоскости. Снимем грузик, вращение прекратилось. Подвесим грузик на другой конец оси. Гироскоп начал вращаться в другую сторону. Вращающийся маховик обладает моментом импульса L, направленным вдоль его оси. Груз P, приложенный к плечу R, создает момент силы M, перпендикулярный к оси маховика и лежащий в горизонтальной плоскости. Этот момент силы действует на маховик и создает дополнительный момент импульса ΔL. Он прибавляется к моменту импульса L, в результате чего момент импульса, а вместе с ним ось колеса, поворачиваются в горизонтальной плоскости. Сделаем еще один красивый опыт. Раскрутим велосипедное колесо, а теперь подвесим его на веревке за конец оси. И колесо не падает вниз, но прецессирует в горизонтальной плоскости. Конечно, оно постепенно уходит вниз из-за действия силы трения. А если бы трения не было, оно так и вращалось бы вечно. Земной шар — это гигантский волчок, ось которого наклонена по отношению к плоскости земной орбиты. Из-за вращения Земля приплюснута у полюсов и растянута у экватора. На экваториальный пояс со стороны Луны и Солнца действуют приливные силы, создающие вращательный момент. Под действием этого момента земная ось медленно прецессирует, совершая один оборот за 26 тысяч лет. Сейчас северный полюс неба находится вблизи Альфы Малой Медведицы, поэтому мы называем ее полярной звездой. Но через пару тысяч лет полюс переместится в сторону созвездия Цефея, и полярной звездой станет Гамма-Цефея. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова